Преодоление Это ключевое слово нашей новой программы физкультура Вот прямо сейчас за моей спиной ребята, занимающиеся на грибной базе Станицы Брюхоевской Они учатся преодолевать себя Как они учатся повергать своего самого страшного врага в фразу Не могу, расскажет наша программа физкультура Ну что, поплыли и команде зрителей напротив Физкульт, привет! Сегодня в программе мы познакомимся с заслуженным тренером России Познакомимся с мастерами спорта международного класса А также немного побеседуем с впервые взявшимся за весло Ярославом Узнаем, чем отличается байдарка от каноэ Зафиксируем новые рекорды и посчитаем Сколько раз может подтянуться брюхоевская девочка 14 лет Все это и многое другое в нашей программе физкультура А для начала давайте знакомиться Павел Александрович, вы недавно 5 апреля, по-моему, отметили свой день рожденковым летом? 72 года Сколько из них вы отдали гребли на байдарках? Гребли? Я считаю, что я сам когда-то занимался с 56 года А вообще, как тренер, 45 лет 45 лет? Ну, еще и плюс вашей занятии Да, когда-то Большая часть жизни отдана... Ну, гребли, да Не устали за столько лет? Не, я от этого не устаю Я же к этому пришел, имея образование инженерное Вот, я закончил электротехнический институт связи Даже диплом писал по лазерной связи Первым в Советском Союзе Я не остался в ноге, потому что я за время учебы угробил себе здоровье Вот, и у меня такое состояние было, что Или я чувствовал, что я не доживу до 30 лет Вот Или мне надо уйти в живую работу То есть не по 15-16 часов не заниматься Это вот сидячим образом жизни, да? А именно чем-то живым Да, я уже 4 года занимаюсь Летом будет 4 года Вот, смотри, давай вспомним Вот, когда ты впервые переступила в порог вот этой секции Ты, наверное, была хилой, слабенькой А теперь как? Конечно, безусловно, когда я пришла на гребли, я ничего не умела Сначала мне очень понравилось Пришла на гребли, тут так красиво, лодки Очень понравилось А потом, когда столкнулась с ежедневными трудностями, тренировками Мне не очень захотелось ходить сюда Вот, как ты с этим справилась? Вот, когда начались трудности Ну, благодаря моему тренеру, Павлу Александровичу И моей маме, которая в нужный момент сказала мне прийти на греблю Сказала тренироваться Полина, продолжай, да? Да, у меня были проблемы с ногами И как-то мы пришли к ортопеду, сказал он заниматься нам спортом И я с подругой за компанию пришла на греблю Я стала меньше болеть, когда стала ходить на греблю Вы всегда были лидером А сейчас вы, тоже, вот сейчас, да, в свои годы Очень крайне собранный человек Всегда, сколько я вас знаю Ну, стараюсь, да Вы там уже требуете от воспитания? Конечно Во-первых, смотри Моя задача двуединная Три задачи Первая Значит, это если попадает одаренный кто-то Я делаю из него чемпионов Там, Советского Союза Или России А там уже Европа, Мира и так дальше Как получится Потому что дальше я уже не могу У меня нет средств У меня нет финансирования Чтобы я здесь обеспечил ему все Чтобы он взлетел наверх Вот Ну вот, это одна задача спортивная Вторая Готовить из них настоящих мужиков И девиц, которые не болеют ничем Которые рожают здоровых детей Мужиков, чтобы он был и в армии Вот, например, я больше горжусь тем Что около трех десятков моих парней Которые, вот, я тренировал в Таджикистане Они все через Афганистан прошли Вернулись живые Все с наградами Были все в спецвойсках Кто в разведке, кто где, понимаешь? Один героем Советского Союза стал Вы, воспитав, вот, такое количество, да? Невероятно, международников Да ладно тебе, невероятно Мастеров спорта, да? Невероятно Ну, много-много Больше 36 мастеров спорта А мастеров спорта международного класса Где-то 10 или 11 человек Из них вот двое стали заслуженные мастера Это Павлуха и Милантьев Остик, вы что стоите? Заслуженные мастера спорта России Правильно? Да Вам не видно, что вы до сих пор здесь, в Рихоевске А не в Москве? Нет, нет, куда там Я терпеть не могу в больших городах Я диплом писал в Москве Тоже Ехал сначала на трамвае Потом на метро Потом еще шел от метро пешком На Зубовскую площадь Где арка триумфальная и так дальше Там у нас лаборатория лазерная была И я понял, что это жизнь такая для кого-то, но не для меня Давно занимаешься, скажи? Полгода И уже есть какие результаты? Да, есть Какие? В Староминской одно третье и первое в командном Ух ты, здорово Это за полгода? Да Это краевые были соревнования? Да Это здорово А в себе ты чувствуешь какие-то перемены в теле? Да Когда я сюда пришел, я еле-еле выжимал 30 килограмм А сейчас жму 57,5 Это крутые лодки Да, да, да Вот видишь, фирма Польская пластик Вот это полмиллиона, да, стоит? Я говорю, подобная лодка Но у Павлухи Вот стоит, купили полтора года назад 530 тысяч С ума сойти Эти когда-то, они уже им 10 лет, да Вот, они стоили 175 тысяч Ну, у нас все время цены растут, растут В связи, тем более, с этими всякими обострениями Вот это Проня лодка, да Вот Потом, смотри, вот читай Пронь То есть, эта лодка была Выигрывала уже Европу В свое время, да? Три года назад, да По юниорам, когда он выступал Вот Ну, вот это Нелла Это Надина бывшая лодка Вот, это Португалия Представляешь? Португалия, Польша Делают такие лодки, да Из карбон-кевлара, углепластика Это вакуумным способом Наши не могут такие делать Такого качества Мои дети, они прям родились, можно сказать В гребле, потому что в три годика я уже дочке вот такую байдарку сделал Она в три годика маленькая веслой Она уже гребла во всю Да, так что А потом два моих сына, двойняшки Значит, они на этой лодке дальше тоже учились А Надя уже в два года, да? Да, да В три года просто я ей лодку сделал У них выбора не было Ни у Надежды, ни у Павла Выбор там Тем более, смотри Когда гражданская война была То я их в детский сад сам отводил Потому что нельзя было там, чтобы кто-то чего-то Забирал, с тренировки прибегал в детский сад Забирал на работу И до поздней ночи они там у меня Были на работе со мной А у меня просто, ну это как отвлечение Наша база на хорошем месте стояла И все там облизывались, как бы нас оттуда выпилить и так дальше Но меня не трогали почему Я местным бандитом разрешил заниматься после нас в зале Ну то есть качаться и так дальше С таким условием, после нас Но чтобы тут нас никто не это Как ты настраиваешься к соревнованиям? Есть у тебя какой-то личный там рецепт, может быть? Ну чтобы хорошо пройти дистанцию на соревнованиях Нужно обязательно хорошо размяться Без разминки плохо пройдешь дистанцию И обязательно пройти по дорожке своей Например, это 200 метров Надо хорошо размяться, старты поделать Посмыслить, как я буду идти дистанцию Во всех интервью Вы говорили и нашему каналу, и краевым Что латали дырки Этих прекрасных каноэ Сейчас ситуация все-таки изменилась, да? Нет, не изменилась Во-первых, у нас был мастер по ремонту лодок Его как-то убрали или чего В общем, его нет уже много лет Значит, я, несмотря на то, что я там заслужу тренер Летом по три часа ежедневно Я занимаюсь ремонтом лодок Видите, как только стал, так сказать, тренером играющим Правда, он и выступает, и тренером помогает мне Он тоже постоянно в проклятой этой работе Старшие спортсмены, кто уже так более или менее Они тоже помогают А вот для малышей это только я и Витя делаем Потому что там надо, это очень много Я же говорю, мы их покупаем когда-нибудь Не первая свежесть, там большой объем Ну идем, я покажу Наши дети, вот видишь, да? Вот весло сломано Видишь, вот весло сможет Мастерская Видишь, вот сломаны весла Детишки не ценят ни черта Понимаешь? Они с усердием ломают Ага, с усердием ломают Вот видишь, лябе, уронил, да? Он треснул Поэтому вот эта вот барахолка, да? Без нее, ну, никуда не денешься Если бы, скажем, другой выкинул, да? Вот эти фанерочки, куски Я их собираю, потому что они нам нужны Что-то где-то раз сделать А вот эти что-то? Это старые лодки, да? Сколько их лет, полсанок? Ой, много Я тебе покажу Вот этим порядка около 30 лет Я тебе покажу сейчас Которым 48-52 года Как так получилось, что ты здесь? С таким большим веслом Такой маленький Ярик Ну-ка, расскажи Кто тебя привел? Да не бойся Мама Мама привела? А почему именно сюда, знаешь? Потому что я хотела пать с вами Стас, ты точно Чего? Чего хотел? Перебедите мне кто-нибудь с детского Я не знаю Потому что ты Еще раз Чего ты хотел, Ярик? Пать с вами Плавать хотел? Да С нами? Да Ну с нами можно поплавать Мы очень плавучие ребята На самом деле Тебе тяжело? Ты сегодня первый день Ну да Тебе тяжело, Ярик сказал Нет Нет, не тяжело? Нет Тебе все нравится, Ярик? Да Весло крепко держишь? Ну покажи, как ты держишь крепко весло Вот, вот так Вот это Это будущий настоящий чемпион Ярослав Вот этой лодки, да? Уже Полста лет Почти 48 Вот Она вещь какая Но она еще Она еще держит А вот самаркандские Все развались Вот идем Я тебе самаркандскую покажу Название красивое Самаркандская Красивая, но Завод там делали Это, узбеки А узбеки знаешь, как делают? Положено Полкилограмма смолы А они не полкилограмма А три килограмма Делают дополнительную продукцию И продают за наличку Видишь она? Как вата Вот здесь Посмотри Видишь? Эта лодка в два раза моложе тех Ну вот смотри Разница какая Это тоже наше отечественное производство Тоже Видишь, как бумага она вся Видишь, какие ладки Все И у нас Вон та тоже ладки Видишь? А улетаетесь на таких лодках детей? Золотой Я же их проверяю И Я сажаю малышей Если я посажу тебя, например Она может там Вот так Согнуться Павлович, как байдарку от каное отличить? Да вот байдарка Где байдарка? Вот-вот байдарка с рулем А каное-то вот-вот он Вон смотри Видишь? Каноист управляет Рулит только веслом Вот сложность этого вида У него центр тяжести высоко А байдарышек рулит вот ногами Сейчас я тебе переверну Вот, видишь, да? Руль Да-да-да Вот он ноги Раз, влево, вправо По идее Таких древних лодок Ни у кого нет Вот У вас можно музей отбивать Музей? Из-за денег Это мы вот, смотри Мы сначала учим на балансире Так, уже взяли балансир Вон там балансир Да-да-да Вот с крылышками Да-да-да Вон там балансирчик один стоит Вот балансирчик тоже, смотри Да, вот он Только большой балансир Это для первого раза, скажем, да? Причем, если первый раз А там бутылки уменьшаются Мы даже, смотри Мы даже рули уже снимаем, да? Чтобы ему там не путаться Он только за счет весла Сам поворачивает А уже когда он осваивается Уже тогда даем балансир с рулем Он там учится уже Ориентироваться И поворачивать ногами Павел Александрович, это правда, что вы каждый день тренируете детей? Каждый день, конечно И ни разу не были в отпуске Нет, я знаю, что Два последних года Жена меня просто заставила По неделе уделить ей внимание Мы один раз в Чехию ездили, да? В позапрошлом году И в прошлом году На Красную Поляну А так отпусков не бывает Потому что Сейчас почему я согласился? Потому что тут Витя Если он не на соревнованиях Ирина Станиславовна Вот Три года уже помогает Да? С малышами Работает Утром, правда, она не приходит Но После обеда работает Витя и еще Моя жена Да, да, да Что бы ты сказал тем, кто, может быть, сомневается Идти на греблю или нет? Я бы им сказала То, что Пусть идут на греблю Потому что Гребля Прежде всего Развивает Выносливость Силу Ну и еще Гребля Может, если у вас Со здоровьем плохо Здоровье подтянуть Это Это правда Абсолютно Что тебе больше нравится Байдарка или Каноэ? Мне больше нравится Байдарка Почему? Байдарка Потому что Когда я сюда Первый раз пришел Я сел сразу на байдарку И как бы Я почувствовал то, что это мое Вот Вот так А дальше Что ты хочешь? Какие твои дальше действия Планы? Мои дальше действия Скоро у нас будет Летом соревнования Тоже хочу на них поехать И хочу что-нибудь заработать Ну спасибо Я тебе желаю удачи только Володь И побеждай Будь олимпийским чемпионом Правильно? Ярик Ты будешь олимпийским чемпионом? Да Смотри какой сад у нас Видишь? Вот это за Да За 24 года Что я здесь живу Здесь же это Была Свалка Вот каждое дерево Выкапывали яму Кирпичи Всякий мусор Строительный убирали А сюда приносили Вон оттуда Ну бывший Сапропель Так сказать Когда земснаряд Тут говорят Земснаряд Вот это все Выбрасывал Да Вот ту землю Сажали Года Три-четыре Они так Еле-еле росли Потому что Корневая система Славая была Потом Раз И вот Они такие выросли Папа Как у него Овцы Это он про нашего оператора Наш оператор Усатый Вот как твой папа Молодец Ну вот и познакомились Теперь пора переходить К решительным действиям Для этого у нас есть Специальная рубрика А в отделении гребли На байдарках и каное Есть силачи Которые готовы Продемонстрировать все На что способны Их мускулы Итак Это рубрика Физкульт вызов Вот этот парень Как тебя зовут? Миша Миша Этот парень Миша Он очень крут Он за 30 секунд Будет сжать 30 килограмм А сколько раз Мы сейчас посмотрим Правильно? Правильно На старт Внимание Попьем! 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 повторить 30 раза 30 секунд 30 килограммов это еще один физкульт вызов и это наверное уже более моя категория первоклассник максим будет выжимать от груди сколько килограмм 15 килограммовый гриф вот такой замечательный гриф вот прекрасная девушка засекает что там у нас все первоклассник 24 раза за 30 секунд вышел от груди молодец 15 килограмм если вы повторите то 5 баллов а сейчас это третий физкульт вызов сейчас николай походнив за 30 секунд отжмется максимальное количество раз раз два три все 49 раз ну а он волной ходил еще ну немножко немножко а самое главное 49 отжиманий за 30 секунд сколько лет тебе 10 лет пацану а вы обхом слабо надо и самим попробовать в конце концов насколько это тяжело хотя бы отжаться да и казалось бы внимание марш так так ну как то так сколько у меня получилось 33 раза за тридцать секунд это мало но это нормально в принципе зовут этого парня алексей ему 16 лет и вот эту 30 килограммовую штангу он поднимет максимальное количество раз за 30 за те же 30 секунд на старт внимание поехали а а а а 48 раз за 30 секунд это чего я сбился со счета уже вообще более молодой старшими те же 30 секунд но теперь уже 50 килограмм полина будет засекать дим пожалуйста на старт на 100 это будет что то есть на старт внимание и по а 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 36 раз кажется попробуйте повторить это рубрика физкульт вызов сейчас вот 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 эта девочка будет подтягиваться я чувствую сейчас вообще самооценка рухнет просто на 30 секунд потянется максимальное количество раз а следует это вызов не только девушкам но наверное парням а внимание поехали а 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 22 получилось правильно 22 раз 22 раза за 30 секунд это а это нет слов просто это круто ключевое слово всей нашей программы это преодоление вот эта девочка это наглядный пример преодоления на старт внимание поехали поехали а 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 ну 37 раз я насчитал слушайте это на самом деле на самом деле это это достойно уважения улей молодец дай пять оп а 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 свист это тоже очень тяжелое упражнение должен быть максимально прокачивать пресс да если правильно делать послать подсказывать слушайте пол саныча и так волой ты готов на старт парина готова внимание поехали 24 раза за 30 секунд там володя сделал молодец володя браво ну да это здесь короче сплошные богатыри вот она в пятом классе учится вот дима у нас как он седьмом-восьмом седьмом класс учится вот он у вас кстати призер уже первенство россии 3 был пока мы выгружали фуры с новыми рекордами на территории грибной базы появились они мастера спорта международного класса супруги владимир и надежда федосенко конечно небольшого интервью нашим чемпионам было не миновать помните ли вы вашу первую победу память не изменять 98 год это станет брюховецкая соревнования были здесь то есть это были одни из первых соревнований дальнейшем мы поехали староминскую вот и там я выиграл 200 метров байдарки туда еще греб байдарки это было наверное двух тысяч до 2000 год когда абсолютно не ожидала что будем в призах это было подмосковье чемпионат своего рода чемпионат россии по взрослым куда я поехала с более взрослыми девчонками и еще помню слова мне бабушка сказала без победы не возвращайся я думаю что за бред как это без победы не возвращайся вообще не возвращаться домой вот и мы там в четверке выиграли что было для меня чем-то невообразимым я раньше не думала что оказывается можно вот так вот на таких соревнованиях такого уровня выигрывать но значимая победа была было мне их несколько то есть первая победа была когда в 14 лет я поехал на чемпионат россии к лугу вот там было мне три вторых места и после этого я приехал я понял что вот именно тот момент когда я ушел из любителей профессионала именно головой я понял что это мое и я уже начал осознанно тренироваться и грести и так далее после этого уже 17 лет я поехал на чемпионат мира по юношам вот я выиграл на россии 500 метров дистанции был второй на 1000 то есть один из лидеров в россии был на по юношам это он был на год младше вот из по старшему воздуху старше себя ребят я уже обгонял и так далее пошло пошло поехало и уже в 21 год чемпион мира по мужикам могли вы тогда подумать что пройдет не так много времени и придется представлять страну на международных соревнованиях честно говоря об этом даже не мечталась мы не мечталась но знаете как вроде как гребешь но думаешь вот неплохо бы было выиграть чемпионат россии вот потом думаешь вот неплохо бы было сначала нет сначала в призы попасть потом попадаешь призы потом хочешь выиграть россию после этого хочется хочется попасть на международные соревнования то есть аппетит приходит во время еды и хочется все больше и почему так важно помнить первого тренера но это первый тренер это твой как второй отец потому что он тебя вырастил с детства он вложил тебя душу и появляется такая некая благодарность и близость такая определенная такая отцовство то есть у меня по факту 20 до 30 родной отец который вырастил меня вложил меня да все что он мог и знал вот пол саныч уже как говорится в спорте мне тоже самое помог ой вы знаете на самом деле по факту у меня роднее чем тренер и не было никогда то есть да в сборной и они меняются но свой первый тренер он знает тебя от первоистоков знает подход знает как взращивать вот и но это своего рода куда бы мы не поехали будучи взрослыми мы все равно знаем чтим и помним своих папу маму понимаете ли вы что являетесь кумирами для тех мальчишек и девчонок что занимается греблей сейчас ведь это своего рода ответственность в принципе как то так об этом даже не задумываешься потому что это как вам сказать может быть если бы я была разгильдяйка вот тогда да возможно как-то это налагала ответственность а так как я такая как есть то есть тут и ничего делать не надо в принципе уважаю да уважают какие советы вы можете дать новичкам первый совет это слушать тренера то что он говорит внимать всю информацию второй момент не бояться потому что греблей спорт такой связан с водой это может опасно вот особенно в детстве подростковом периоде вот но нужно потихонечку потихонечку поэтапно заниматься и все получится главное не отступать просто любить то дело которое нравится получать от него удовольствие как бы это банально не звучало слушать тренера потому что тренер уже столько сотен тысяч ребят провел он лучше знает что нужно делать и как бы мы рожки свои не выпирали ну то есть не спорили все равно ему виднее он знает как лучше вот конечно конечно же когда прохладная погода беречь свое здоровье потому что бывает так что распаренные разжаренные такие все расфуфыренные особенно девчонки если не гребли то каким видом спорта вы могли бы заняться да в принципе всем чем можно до любим любым видом спорта что именно я бы занимался честно не знаю гребля дала мне все то есть я научился и даже где-то играл большой теннис и малый теннис до пинг-понг и футбол и волейбол и баскетбол и там на коньках умею кататься то есть гребля дала мне очень много также плюсы плавание и тому подобное поэтому для меня это как бы но это жизнь это жизнь которая вот меня подняла и показала как вообще можно жить и как можно добиваться с помощью своего труда плавание я думаю потому что вода это мое все у меня всегда тянет к воде и вы знаете очень многих гребцов куда бы они не попадали просто вот как-то внутренне тянет всегда к воде чем занимаются чемпионы в свободное время если она у них есть конечно будет банально но знаете свободное время первое это отоспаться как следует вот кто-то читает книги кто-то из девочек может вышивать кто-то ну вообще здорово конечно гулять видеть что-то новое когда мы находимся может быть где-то на сборах других городах странах вот он бывают разные но сейчас не хобби а чем занимаются спортсмены в свободное время это воспитанием ребенка вот тоже немаловажный фактор такой ну как моя жена говорила я повторюсь конечно зато спаться потому что тренировки выматывают это тяжелый труд вот а после уделять внимание семье своим близким и саморазвиваться что-то мы застоялись пора и разогреть затекшие конечности тем более что у нас есть специальная рубрика а надежда федосенко согласилась провести чемпионскую разминку смотрите и повторяйте вместе с нами а это рубрика физкульта разминка с чемпионом вот с надеждой федосенко она покажет лучшие упражнения чтобы как следует размяться перед долгой и хорошей тренировкой ну что серёж начнем а это разминка подойдет в принципе любому возрасту для того чтобы разогреться для того чтобы размять все мышцы рук ног шеи головы туловища вот и как я сказала смогут и дети смогут и взрослые бабушки дедушки тоже смогут вот начнем и конечно же шеи вот наклоны сторону насчет 8 то есть 8 в одну сторону 8 другую отлично получается хорошо вперед назад вот потом справа и влево и прям касаемся подгородка подбородком плеча получается хорошо если у нас тренировка на руки то мы обязательно разминаем кисти обязательно потому что иначе все это чревато травмами хорошо можем его так покрутить и по-другому вот затем ручки пошли вход в одну сторону и другую потом назад пошли как следует начинаем спокойно и потом подпрыгиваем летим бежим хорошо и в другую сторону начинаем спокойно десять раз так делаем потом начинаем ускоряться взлетать отлично сереж но теперь вот это вот всеми любимое упражнение когда мы в разные стороны делаем сережа смотрим одно идет вперед и другое назад вперед и назад но практически тут плавание получается кто может вот так вот вперед назад и в другую сторону в этот момент у нас не только мышцы работают но и но и голова что немаловажно вот хорошо затем мы крутим попой туловище в одну сторону разрабатываем свою спинку и в другую хорошо наклоны на счет 4 раз два три четыре пять шесть семь восемь и каждый следующий делаем ниже ниже пять шесть шесть семь восемь вот таких все упражнения мы можем делать по 8 по 10 повторений для того чтобы запустить свой организм разогреться вот делаем скручивание тут главное соседа не убить в одну сторону и в другую как там косточки на место встают каждый позвоночек хорошо таких вот тоже восемь-десять раз отлично хорошо наклоны вперед и с прогибом чтобы и восемь-десять лет быть активными у вас все впереди хорошо разминаем ступни обязательно обязательно если мы планируем бегать в одну сторону в другую хорошо и бедро широко разминаем хорошо и внутрь да и так обе ноги сначала одну потом другую отлично вторую ногу будем считать что мы уже сделали вот разминаем ножки дальше к себе вот затем можно сделать пробежечку если вы на стадионе можно по отжиматься причем отжиматься кто-то может отжиматься вот так кто-то может отжиматься с коленок кто дома кому сложно кто постарше могут отжиматься от стеночки эффект тоже будет отличный можно отжиматься от стола главное чтоб стол не ушел из-под ног вот можно отжиматься от дивана в общем от чего угодно делайте зарядку дома хватайте своих детей они обязательно будут к этому всему а это была рубрика физкультразминка с чемпионкой всевозможных рангов Надеждой Федосенко спасибо что и говорить спорт начинается с детства как только человек начинает ходить он становится своего рода спортсменом ну а развить в себе чемпионские способности можно например здесь на гребной базе станицы Брюховецкой где тренер Павел Александрович поделится с вами частицей своего поистине стального характера итак сегодня в рамках физкультура программы мы познакомились с таким видом спорта как гребли на байдарках и каноэ и мы поняли что если его полюбить всей душой то он конечно ответит вам взаимностью и вы из доходяк превратитесь в крепких поджарных спортсменов а мы желаем команде зрителей напротив физкульт пока да 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 Ааааа! Редактор субтитров А.Семкин